Одна из главных целей Краснодарского края на нынешнем российском инвестфоруме представить стратегию развития региона до 2030 года. Этой теме была посвящена солидная часть стенда Краснодарского края. Стратегия должна ответить на важный вопрос, в каком направлении край будет развиваться в ближайшие 10-12 лет. Разработкой документа больше года занимался Леонтьевский центр. Он специализируется на разработке программ социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. Вот стратегия, мы имеем ее уже вокруг, потому что сам стенд, само позиционирование каждого из муниципалитетов уже в новом свете. 7 экономических зон, 7 приоритетов, 7 флагманских проектов. Они уже живут, они уже запущены. В центре стратегии развития Кубани до 2030 года рассказали на открытой дискуссии. Наряду с развитием агропромышленного комплекса, туризма, транспортной инфраструктуры, промышленности и социальной сферы стоит развитие человеческого капитала. Отличным примером может быть образовательный центр «Сириус», который выявляет и поддерживает талантливых детей. Сейчас уже развивается и сеть подобных региональных центров. В будущее нужно вкладывать уже сейчас, ведь как раз нынешние выпускники школ к 2030 году будут стоять у руля во власти и бизнесе. Сегодня стратегически для нас важно создать комфортную следу жизни в нашем регионе. Противно звучит мальчишки и девчонки, так называемые масковальники, которые уезжают в ведущие вузы России, но, к сожалению, не совсем хотят возвращаться. А о чем мы сегодня говорим? А мы говорим о том, что сегодня, вкладывая в молодежь, мы вкладываем инвестиции в будущее. Безусловно, но мы должны понимать, что молодежь нужно вкладывать, но в первую очередь нужно вкладывать в комфортную следу жизни этой самой молодежи, в условия, в которых они будут развиваться. Важным в стратегии является принцип образования через всю жизнь. Сегодня просто необходимо повышать эффективность состоявшихся кубанцев, уже занятых в бизнесе или на госслужбе. В целом же стратегию развития Краснодарского края до 2030 года называют очень амбициозной, но вполне реалистичной. За ее исполнением будут следить так называемые проектные офисы и при необходимости вносить в нее коррективы с учетом экономических реалий.